В наш регион пришло тепло, обещает комсомольская правда на Алтае. Днем в краевой столице ожидается плюс 2 градуса. Вместе с потеплением в Барнауле будет снег. Сыпать он будет в течение всего дня. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Такая же погода ожидается и в субботу, но с порывами ветра. Расслабляться не стоит. На дорогах гололед и снежные заносы. Нужно быть аккуратнее. Похолодание ожидается в среду. 28 ноября ночью столбик термометра опустится до минус 15. Тем временем жителям края запретили выходить на тонкий лед. Близкий рабочий публикует фото аншлагов «Осторожно, лед», которые разместили сотрудники МЧС на незамерзающих водоемах. Всего аншлагов 30. На всех табличках надпись «Проход и проезд запрещен». Не только бейчан, но и всех любителей зимней рыбалки в крае просят прислушаться к рекомендации сотрудников управления ГОЧС и не выходить на лед. А барнаульцев призывают принять участие в акции по сбору раздельного мусора, пишет Толк Ньюс. В субботу, 24 ноября, жителям предлагают сдать металл, пластик, макулатуру, стекло, а еще неисправную бытовую технику, рентген, снимки, видео и аудиокассеты, диски и батарейки. Мусор для утилизации принимается в очищенном и рассортированном виде. Акция по раздельному сбору мусора пройдет на парковке первого уровня ТРЦ «Пионер» с 13 до 16 часов. Коллекцию проездных билетов, собранных в период с 1997 по 2001 годы, выставил на продажу Бурнаулиц. В ней есть билеты и на трамвай, и на троллейбус. По всей видимости, владелец собирал ее в молодости, предполагают корреспонденты аргументов и фактов на Алтай. Потому что на карточках есть пометка для студентов. Продавец просит за раритет тысячу рублей. Он согласен на обмен. А журнал «Автограф» публикует фоторепортаж с уникального проекта «Рука. Рот». Это не просто курсы ораторского мастерства, это литературный проект, в ходе которого участники развивали сценические навыки и мастерство красноречия. Итогом стали моноспектакли, сольные выступления участников. Помогали бизнесменам педагоги Антон Абрамов и Галина Тумашова. В итоге на сцене участники читали, шутили и просто жили. Листайте автограф.